Вчера был такой вот солнечный день, и мы решили пойти в сад на крыше. На крыше библиотеки, это важно. Там сверху стеклянные купола, и можно увидеть, как люди читают и работают внутри. Вход свободный для всех, не только для работников и посетителей библиотеки. Но прийти и отдохнуть в саду может абсолютно каждый. Интересный факт. Нижний ярус занимает площадь в 15 тысяч метров квадратных, а верхний в 2000 метров квадратных. Ну, просто я не знал, как начать, а на самом деле факт вообще неинтересный. Закономерно, что, как все в Польше, этот сад является самым красивым, самым большим и самым лучшим садом на крыше в Европе. Открылся сад 20 лет назад. Но в этом году он открылся только сегодня, потому что зимой он не работает. Вот окно, которое нельзя трогать, потому что заляпаем туристы своими грязными лапами. Это студенты, мы смотрим на них, они смотрят на нас, все как в сказке. В какой сказке-то? Я не понял, что я... По моему мнению, главный плюс этого парка на крыше, это то, что он является бесплатной смотровой площадкой. Отсюда вы можете увидеть Королевский замок, пусть далека, но можете прихватить с собой бинокль. Если он, конечно, у вас есть Сталинскую высотку, бизнес-центр и немножко старого города. Кстати, вон там виднеются корпусы корпуса, корпуса университета. Плюсы таких садов на крышах очевидны. Они очищают воздух, обогащают его кислородом, являются прибежищем для птиц и насекомых. Кстати, насчет насекомых, всегда мечтал иметь на своей крыше насекомник площадью 2000 метров квадратных. Ну, гугл пишет, что насекомник это хорошо, я с гуглом не согласен в корне, но ладно. Слой земли на крыше около 30 сантиметров. Это снижает уровень шума на 8 децибел. А это немало. Зона парка доступна для людей с ограниченными возможностями. На крышу они могут подняться с помощью лифта или пандуса. И вот здесь, в Украине, есть чему поучиться. Пора уже начать оборудовать улицы для того, чтобы там могли передвигаться колясочники. Потому что, будем честными, по нашим улицам я не везде могу на велосипеде горном проехать. А тут, как бы, давайте что-то делать. Сам сад, как было указано, с редкими растениями, цветами и кустами 1 апреля, в день открытия, отсутствует. По крайней мере, я его там не увидел. В каком смысле редкие растения там должны расти, я не понял. Которые редко где увидишь, или редко где отсутствуют, наоборот. Короче, непонятно. Потому что я там увидел только желтые кусты, от которых у меня зарябило в глазах. И которые растут везде понад дорогой. Дадим саду второй шанс. Через, возможно, месяц придем сюда второй раз. Когда все уже окончательно зацветет. Всем пока!